Есть ли в будущем шанс услышать на концерте или в студийном варианте песню «Тёмная башня» с вокалом Валерия Кипелова? Сложно сказать. Мне, кстати, вполне устраивает, как эту песню спел Вячеслав. Тем более, я не вижу смысла перепевать эту песню. Я считаю, что Славик её достаточно достаточно спел. И меня вполне устраивает, как они поют на концерты. Если представить, что в параллельном мире не произошёл раскол Арии, то какие песни Арии с альбомов Беркута и Житникова вы бы спели с наибольшим удовольствием? Какие наиболее вам близки, а какие с наименьшим или вообще не стали бы петь? По крайней мере, не стали бы без серьёзной редактуры. Ну так трудно сказать. Я не все песни, скажем, Арии знаю хорошо. Даже порой иногда, когда я смотрю в Ютьюбе какие-то названия песен арийских, я просто знаю, что эти песни я не слышал. Мне сложно ответить. Хороши или плохи. Даже названия у меня не знакомы. Я единственное могу сказать, что за тот период, когда я не работаю в группе Арии, есть песни, которые мне, скажем, нравятся. Вот точка невозврата. Вот. Я бы, например, с удовольствием бы спел её. Хорошая песня Колизей. Это времён Артура Беркута. Ну, наверное, есть ещё какие-то песни. Ну, вот, пожалуй, сам. И там высоко, кстати, неплохая песня. Вот. А так вот, скажем, что-то мне радикально не нравилось, но, наверное, есть такие песни. Ну, вот я отметил бы эти песни, я бы, например, с удовольствием спел. Сколько вам заплатили за рекламу конфет Ментос? И на что вы потратили гонорар в те лихие годы? Я точно не могу вспомнить, какой это был год, но, по-моему, я уже работал вот этим сторожем. Вот. И за свою работу в месяц я получал 50 долларов. А когда мне предложили, ну, такая достаточно тяжёлая была финансовая ситуация, вот, опять же, учитывая, что у меня дети, вот, надо было как-то всё-таки заниматься ими, и воспитывать, и кормить, и платить за квартиру, вот, а гастролей фактически у нас не было. Насколько я помню, предложили 800 долларов за запись. Но посредник, который вышел на меня, он сказал, что половину этих денег я забираю себе. Ну, поскольку я посредник. Вот. Это всё происходило в Сокольниках. Запись вот этого Ментос. Могу добавить больше, кто, скажем, не осведомлён. Примерно по такой же схеме я записывал рекламу напитка Sprite. Кстати, я это не скрываю. Я считаю, что это вполне меняемая, так сказать, реклама. Если бы что-то такое тоже мне не нравилось. Вот. Ментос я, кстати, вполне нормально тогда относился. Сейчас я его не потребляю. Тогда, да, наверное, время от времени я могу там попробовать. Вот. Получил в результате 400 долларов. Мало того, я туда ехал на метро. А брат мне предложили доехать на такси. Вот. Деньги эти потратил. Я, ну, ну, что и потратил. Наверное, что-то заплатил за квартиру. Что-то там купил детям, что-то себе. То есть, ну, такие как бы личные нужды. Но не более того. Особенно много не хватило, если учесть, что я зарабатывал 250 долларов. Паук в своей книге рассказывал, что в начале 90-х вас арестовали на 15 суток. И он ходил в милицию разруливать эту ситуацию. Как вы помните этот случай? И имел ли он вообще место быть? Не, ну, Пауку хорошо бы фантастические романы писать. Ничего подобного не было. Никаких 15 суток на это не арестовали. Вот. Ну, есть замечательный случай, который произошел на самом деле с группой Ария. Мы ехали в Челябинск. И ехали на фестиваль, где кроме нас выступала коррозия металлов. А вот еще какая-то группа была, не помню. По-моему, АЭС были. Это был Челябинск. Мы ехали на поезде. Представьте себе, да, расстояние от Москвы до Челябинска. Ехали на этот фестиваль. Не помню, мы там должны были хедлайерами, по-моему, быть. Или еще как-то там менялись. Вот. И правда, да, была история такая, что как бы нас садили с поезда. Вот. Под раздачу попал я. Ну, поскольку там, так сказать, мы как-то повздорили. Даже не мы, а другая половина группы, скажем, повздорила больше с проводницей. Вот. И нас просто садили с поезда. Станция эта называлась, по-моему, Сосево. Вот. Вот на этой станции нас садили. Вот. Я как-то попал случайно под раздвижность, поскольку я тоже ехал в купе, в котором были буйные, скажем, представители группы. В частности, и техники. Маврин, кстати, тогда тоже заменили под это дело. Вот. А когда я вышел из вагона, старшина, которая нас высаживает, то есть на нас нажавалась, грубо говоря, проводница. Мы сразу как-то с ней не загонтачили. Что-то там с одеялом было не так, там что-то не очень чисто было в вагоне. А вот она как бы настучала на нас. А вот. Нас садили с вагона. А потом, когда старшина спала, слушай, у меня какие-то претензии нет. Ты, вроде, трезвый, ты все в порядке. Ну, и мне пришлось, на самом деле, вызволять своих друзей из, как это правильно называется-то, господи, слово-то, когда вот за решетку сажают, из обезьянника. Вот. Вот оттуда я, высказываю, вытаскивал, да, в частности, Маврин. И остальные члены группы. В это время, кстати, Макс, он тогда не был барабанщиком у нас. Он поехал, по-моему, в качестве зуборежиссера, не помню еще. Он был с нами вместе. Вот. Его тоже сказали, а вот такие претензии нет. И Макс сидел, охранял наши сумки, которые я стоял на вокзале и пошел разбираться, вот, в комнату милиции, чтобы вызволить. В результате мне удалось их вытащить оттуда. Вот. Во многом помогли пластинки, которые у нас были, винил, в частности, да, с собой. Вот. Попал под это дело и мерчендайзер, который вез этот винил. Вот. Мы, значит, расписались. Тоже старшина, который нас, значит, высадил из этого вагона, он нас так проводил, посадил на следующий поезд проходящий. Мы дали телеграмму. Ну, в общем, и прям приехали в Челябинск притык, грубо говоря. Даже, по-моему, там местами мы поменялись к коррозии металлов. Мы должны были помраче выступать, а не позже, а тут выступали мы позже. Вот такой случай имел место. Доводилось ли вам наблюдать лично войну металистов и люберов в 80-е? Затрагивало ли это концерты Арии и кого-то из музыкантов? Ну, лично мне не доводилось так, что прям, Володчу, я там участвовал в какой-то битве, да. Вот. Вот. Несколько раз мне приходилось встречаться с так называемыми люберами, когда я ехал, скажем, на пухорные родственницы своей. Это было Вишняка. Вот. Но тогда как бы все закончилось тем, что я был не один, я был с женой и со своей дочкой. И так было совсем не так много лет. Вот. Лет, по-моему, 7-8. Это где-то 88-89, наверное, год был. Вот. Ну, и поскольку они так меня окружили, посмотрели, что я вроде не один, с семьей, я сказал, ладно, так иди живи, там, типа, вот я трогать не буду, трогать в семье. Вот такой случай был, да, в истории моей. Я знаю, что Дубинину в свое время досталось тогда. Он стоял на остановке, уехал во Внуково, пробегала толпа, значит, там они что-то между собой объясняли отношения. Поскольку увидели, что у него длинные волосы, он стоял, никого там не трогал. Вот. Вот они проскочили мимо, в общем, быстренько-быстренько носовали ему. Вот. Он даже не успел помочухаться. Не понять, что происходит. Еще он попал тогда под раздачу. Со мной такой истории не было. Да, и мне несколько раз попадало, что я как бы ехал вместе в метро. Скажем, ей пришлось так беседовать и пытаться выяснить, почему же такая они к ней приездят. И к людям, которые носят длинные волосы, слушают металлическую музыку. И мы зачастую очень мирно расходились. Вот. А потом у меня было очень много друзей из Люберец. В частности, вот Холстей, он там тоже в Люберцах жил в свое время. Много было друзей из Люберец, в том числе и группа «Крестьянские дети», они тоже были из Люберец. И в свое время я часто очень бывал в Люберцах, мы там играли. Вот. Но вот как бы таких радикальных... Но я знал случаи, да, были драки, кого-то там, не знаю, грабили, пытались снять какие-то куртки, металлические, значит, там, браслеты. Это было все, да. Это было достаточно жестко. Вот. Но музыкантов конкретно нас это не коснулось. Вот лично меня. Вот Виталику, да, досталось. В интервью нулевых годов вы говорили, что из молодых русских металл-команд можете выделить катарсис и эпидемию. Сейчас это уже достаточно опытные группы. Как вы их оцениваете на современном этапе, в том числе записанные эпидемией металл-оперы? Нет, я считаю, что это замечательная команда со своим ярким лицом. Я бы еще отметил группу «Грам Кураж». Вот замечательная группа, там, замечательные музыканты. Петя Лфимов прекрасно поет. Вот. Что катарсис, что эпидемия. Вот. Насчет рок-оперы я, честно говоря, не слышал. Может быть, я фрагментарно что-то слышал. Я знаю, что Евгений Егоров замечательный вокалист. Вот. Мне трудно сказать, какие-то я отдельные арии слышал из этой оперы или не из этой оперы. Я знаю, что у них еще какие-то есть другие, как бы, такие достаточно объемные произведения, эльфинская рукопись. Вот. Я считаю, что они, ну, как с каждым годом, они набирают больше мастерства. Вот. Они оттачивают свои аранжировки, музыкальное исполнительство, мастерство. Вот. Другие команды, они наверняка существуют, я не хочу никого обидеть. Я бы отметил в такой группе «Большой куш». Почему я так заинтересовался? И я случайно так листал, значит, в Ютубе смотрел. И обнаружил, что они исполняют песню Аркадия Харалова «Мама», которую я в свое время когда-то исполнял в «Христианских детях». У меня в лесе песня. Это очень было интересно. Я могу отметить, что вокалист замечательно справился. Он отлично спел эту песню. Вот. Я слышал другие какие-то версии. Мне они, скажем, мне очень понравились. А вот он спел замечательно. Так что большой ему, как говорится, республика. А считает ли Кипелов себя металлистом? Это сложный вопрос. Я никогда не говорил, что я там рокер, металлист. Вот. Я музыкант. Вот музыкант я себя считаю. Это точно, абсолютно. А вот насчет стиля. Мне нравится хэви-метал. Да, я играю в этом стиле. Я, так сказать, пишу, сочиняю песни в этом стиле. Мне очень нравится. Мне нравится жесткая музыка. Вот. С конкретными текстами. Вот. Вот. Ну, вот прям называй себя металлистом. Металлисты, наверное, это вот в широком смысле слова. Это люди, которые интересуются металлической музыкой, которая, значит, там каждый день с утра до вечера звучит. Вот. Ну, такое есть мнение, что такое металлист. Который не признает другие течения. Нет. Если это так, то я, значит, я не металлист. Я слушаю разную музыку в разных направлениях. А джаза, классической музыки кончай. И то есть тем же самым хеви-метал. Вот. Я не заточен только на эту музыку. Я ее люблю исполнять на концертах. А слушаю я зачастую порой другую музыку. Вам понравилось на шоу у Урганта? Поделитесь впечатлениями от передачи. Довольны ли вы результатами съемок? Насчет того пребывания нашего на ночной передаче у Урганта. Вот. Я знаю, что приглашение было не первое. Мы не сразу откликнулись. Мы долго взвешивали. Это точно. Я читал, что сколько человек, сколько Кипело заплатил бабла, чтобы попасть на передачку. Вот этого точно абсолютно не было. Мы никогда не платили никаких денег, чтобы попасть, скажем, к Урганту, к Прилепину, к Маргулису. Этого не было. То есть всегда было предложение, и мы рассмотрели. Принимаем это предложение, либо не принимаем. Вот. Могу сразу сказать, я не пожалел о том, что мы приняли это предложение. Вот. Были какие-то определенные сомнения, может быть, в глубине там душе. Что-то мне нравится у Ургана, что-то мне очень нравится. Вот. Но я был поражен вот таким отношением к музыкантам, к себе. То есть это было такое достаточно трепетное отношение. Мы так замечательно поговорили. Вот. Потом я не жалею. Я познакомился, значит, с нашей замечательной Саблиской, Софьей Великой. Вот. Это тоже один из положительных моментов. Вообще замечательно прошло, весело. Вот. Я себя там чувствовал комфортно. И все. Прозвучали мы. Я потом смотрел эфир. Прозвучали мы. Вам тоже неплохо представили одну из песен, которая вошла в наш новый сингл. Часа сходного дня. Вот. Так что я доволен пребыванием Ургана. И вообще было предложение, что, возможно, мы в следующем году и что-то расскажем о двадцатилетии группы. Есть информация, что у группы готов музыкальный материал на полноформатный альбом. Но нет текстов. С приходом нового автора Смирновой могут ли поклонники в ближайшем будущем ожидать еще один Макси-сингл или даже полноформатный альбом? Да. Материал, в принципе, готов на альбом. Даже, наверное, больше, чем на альбом. Но, скорее всего, мы пойдем по тому же пути. То есть мы, скорее всего, запишем такой большой, так сказать, Макси-сингл. Но, опять же, мы предполагаем, Господь Бог располагает. Хотелось бы к двадцатилетию записать еще какой-то новый материал. Музыкальный он, в принципе, есть. С текстами мы начали работать, но пока как бы это вот на такой, скажем, стадии, когда ничего, готового, ни одного готового текста нет. Темы какие-то, в общем, набросали, они есть. Вот, надеюсь, сейчас на новогодних каникулах мы вплотную займемся, значит, и доделаем аранжировки этих песен. Они, не скажем, на сто процентов тоже все не аранжированы. Займемся конкретно, значит, с текстами. Вот, а там уже посмотрим. Мы постараемся, обязательно постараемся записать какой-то, если это будет Макси-сингл замечательный, будет мини-сингл какой-то там, ограниченное, скажем, количество песен, тоже хорошо. Но очень хочется записать какой-то новый материал двадцатилетию, чтобы, так сказать, отметить его достойно. Вот, с приходом, ну, автор, ну, она написала, значит, Светлана Смирнова написала, значит, текст на кавер-версию, вот, значит, песня Крикишины. Вот, мы с ней, конечно, продолжим сотрудничать, дай бог, что сложатся с ней творческие наши взаимоотношения. Вот, ну, одно дело писать, скажем, текст уже на готовый кавер, на готовую музыку, может быть, даже отчасти подчеркнуть какую-то тему, которая была уже затронута, да, вот, в оригинале. Вот, а другое дело начинать с нуля. То есть придумать песню, придумать, значит, темы для песни, придумать, как бы, сюжет, развернуть его, и так, чтобы сюжет устраивал нам и другая немножко история. Вот, надеюсь, надеюсь, что это ускорит процесс. Так что будем надеяться на лучшее. Все знают и понимают, что вживую не всегда получается спеть и сыграть идеально. Поэтому допускается практика редактировать и даже переписывать отдельные фрагменты, если концерт записывается на видео. При записи видео с симфоническим оркестром были ли такие моменты, когда ситуация требовала что-то исправить и перезаписать? Как много таких моментов, и как относитесь к этой практике в целом? Нет, в целом, в принципе, я отношусь достаточно положительно, потому что, ну, на самом деле, это живое выступление и на живом концерте может произойти все, что угодно. Может отрубиться, не знаю, там, записывающая аппаратура, может что-то с камерой случиться, которая там снимала, может быть, скажем, ну, по разным причинам будут технические какие-то накладки. Вот, что касается вот концерта с симфоническим оркестром. Насколько я знаю, я, правда, не целиком погружен в эту тему, я знаю, что что-то с оркестром там было не очень как бы хорошо. Вот, какие-то треки запороли, вот, где-то микрофон, может быть, там что-то не очень хорошо снимал, вот, где-то какие-то были щелчки там этих на музыкальных треках. Я точно знаю, что... В основном, конечно, это был живой симфонический оркестр, никто это не скрывает. Все это было, да. Ну, какие-то партии, возможно, были какие-то грехи, и пришлось подкладывать сэмплы. Вот это я точно об этом знаю, слышу. Что касается меня конкретно, я не переписал ни одной ноты. Хотя я вот читал тоже там, значит, когда пишут, да, там переписал всю студию. Ребята, я честно говорю, что ни одной ноты мной не было переписано. Все было спето, как спето было на концерте. Так все и осталось абсолютно, значит, когда мы выпускали уже этот концерт сифонический оркестр. Что касается музыкантов, ну, наверное, они как-то редактируют свои там партии, вот. Поскольку я знаю, там ничего не переписывалось. Может быть, там что-то где-то провалилось, там, какие-то отдельные, там, не знаю, бочкой, там, малой что-то. Вот это редактируется всегда делать все, поскольку это записывается на многоканале Магиафон, и все это возможно исправить. Вот. Вот. Раньше, могу сказать, в практике такое было, да. Вот, в частности, скажем, тот же альбом «Путь наверх». Вот. Отдельные музыканты какие-то партии свои вписывали. Это точно было, абсолютно, я это не скрываю. Это нормальная, скажем, практика. Вот. Я знаю, что многие делают это так. Вот. В частности, мной любимый Ози Осборн. Если, например, сравнить концерт, его вот живое выступление, которое, значит, было эфир по телевидению, вот, 89-й год, фестиваль, я имею в виду, вот. Да и другие концерты вживую. То есть, он очень сильно отличается от того, когда уже вышел этот концерт, записан, значит, в Москве. Ну, небо и земля. Вот. И понятно, что этот концерт редактировался. Но с какого-то момента, я знаю, Ози Осборн, по-моему, от чилийского концерта, вот, многим говорят, а как же так, вот, раньше вы редактировали вокал, я знаю, типа, не отличается, скажем, частотой исполнения. Вот. Он сказал, а теперь я вообще ничего редактировать не буду. Вот как я пою, так и пою. Пою мимо сада, значит, получите такое, как у тебя есть. Я не хочу ничего там править. Вот. Насколько так, ну, я слышал концерты, которые выходили официально, да, там было явно слышно, что Ози Осборн свои музыкальные треки неправильно. Вот. Какие-то концерты, да, были какие-то моменты, я помню, что-то с Арики какие-то у Беглиника, может быть, там какие-то фразы проваливались. Вот, в частности, например, концерт, который был посвящен 2001 год, значит, день борьбы со спидом. Вот. Я помню, что у меня были проблемы с микрофоном. И после там трёх, по-моему, четырёх песен у меня просто микрофон отрубился. Вот. И ей что-то приходилось писывать. Какие-то фразы, которые просто, ну, я в силу того, что микрофон не работал, просто пришлось писать, уже приехав на студию. Вот. Это точно было, абсолютно. Возможно, музыканты что-то иногда подправляют, там, кто-то что-то не услышал, кто-то что-то. Но в основном, в основном, это живой звук всегда, ну, не мог бы, скажем, отредактировать. Только сам, опять, возвращаясь к симфоническому оркестру, концерт с симфоническим оркестром, я там не переписал ни одной минуты. Как вот спел, так оно и осталось. Почему вы отказались от участия в концерте, посвящённом 35-летнему юбилею группы Ария? Буквально я хотел бы, так сказать, несколько слов о интервью Виталия Дубина. Знаю, что в интервью ему корреспондент «Комсомольской правды» задал вопрос по поводу моего участия и неучастия там в концерте, посвящённому 33-й группе. И был так вопрос поставлен, что, значит, я пожаловался значит, корреспонденту, что вот меня лично не пригласили, и по этой причине я не принял участие в этом концерте. Виталий сказал, что я типа слукавил. Но на самом деле всё было не так. Если кто хочет посмотреть моё интервью, послушать, я ни слова не говорил о том, что мне не было, я бы не был приглашён на концерт. Нет, об этом вообще речи не шло. Был официально, да, отправлено всем музыкантам, которые когда-то раньше играл в составе группы «Ария», было официальное приглашение. То есть лично мне, конечно, не звонил никто, а вот официально было направлено такое приглашение. Вот, поэтому не приняло приглашение, ну, все знают наши вот эти вот трения, эти разборки, которые происходили накануне, 35-й юбилея, поэтому я принял для себя решение, что я не хочу принимать участие в концерте, когда вот такие вот у нас отношения непростые, зачем, так сказать, будет лихо. Вот, а потом мне не очень нравится, когда я принимаю участие, вот, начинают устраивать какое-то соревнование, кто лучше, кто хуже. Вот, я считаю, что в «Арии» всегда были замечательные вокалисты. И после меня, и Артур Беркут, и Михаил Жутников, они замечательные, все профессиональные вокалисты. Вот, поэтому мне не очень хочется участвовать вот в этом соревновании, на самом деле. Вот, кого-то там расстраивать или кого-то наоборот, там, так сказать, приводить в какую-то эйфорию своему участию. Вот, и поэтому я говорю, ребята, я никому не жаловался. Если кто хочет посмотреть на мое интервью «Комсомольская правда», я не говорил о том, что вот я не получал никакого приглашения. Официально оно было, правда, это и не я, так сказать, и не словно. Но, наверное, так корреспондент решил как-то вот, значит, застрять этот вопрос и услышать ответы Виталина на это поставленный вопрос. Так что вот такая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok